Парни, мужик! Здорово, пацаны! Сегодня у нас тут произошел, как вам сказать, творческий вечер, посвященный нашему другу, председателю байк-клуба Михалычу. И пришли разные люди, даже которых я не видел практически с начала пандемии, и вот я сейчас хочу взять у них интервью. Здорово, братан! Представься, пожалуйста, Ларик. Этот олдовый очень панк, он представитель знаменской тусовки. Последний из панковской тусовки со знаменки. Один динозавр остался. Хорошо хоть успел на концерт, информация дошла, наконец-то. Человек пришел, день грех бы не взять у него интервью. Смотри, братан, короче, задам тебе такой вопрос. Как, по твоему мнению, повлиял карантин 20-21 года на рок-культуру в России? Нарок именно в России? Да, на рок-культуру. Ну, как сказать, много поотменили концертов, в том числе и в Орле. Ждали мы и Бурген, что должен был приехать, переносы идут. Ну а так, в среднем, мне кажется, рок-культура будет двигаться из пандемии, из тюмы, и все, что можно придумать китайцами, все равно будет продвигаться. То есть, можно сказать, что как бы все осталось, в принципе, на своих местах. Да, да, немножко, может, и затормозились, но затормозились сами концерты, которые были поставлены. Но я думаю, все движение как бы в плюсе будет дальше держаться. Потому что рок-культура – это такая музыка, которая не может умереть. А вот, слушай, тут вот такой камерный вопрос из тебя. Влияет ли прививка от ковида на количество и вкус выбиваемого пива? Не знаю, я не кололся, для меня не влияет. Я пиво пил, пью мало, но на меня не влияет ничего. Вообще никак не влияет? Нет, никак. И прививаться я тоже не собираюсь, потому что смысла в этом не вижу. Ну а то, а если ты фанат, например, группы «Адовый мужик», что ты ожидаешь от нового альбома группы? Ну я ожидаю, я фанат «Адового мужика», потому что в «Орле» это, наверное, единственная группа, которая держит весь этот ритм, под которым можно сломануть, пообщаться с людьми, да, лично знаком, теперь я рад этому. Ну что, ожидаю? Ожидаю больше трэша, больше музыки, хорошей музыки, потяжелее можно чуть-чуть. Есть такие слащененькие песни, но без них тоже никуда, потому что фанаты «Адового мужика» разные, и люди, и поколения разные. Так как я человек постарше уже, мне чуть-чуть потяжелее, потому что я чётки панкую с 96-го года, начинал эксплой, и тут это всё, хочется что-то в этом стиле, хотя бы песенку две, так что Женёк что-нибудь придумает, потяжелее. Ну а так «Адовый мужик», «Форева». А вот, слушай, как вы, по-твоему, «Город Орёл» больше знаменит орловскими «Рысаками» или орловским панк-роком? Ну я с рукой, наверное, «Рысаками», потому что панк-рок в Орле уже загнулся давным-давно. Да, движения этого нету, последняя движуха была, ну, году третьим-четвёртым, такая серьёзная. Всё, потом кто отправился на кладбище, ну, кто уже возрослел, кто семьи и дети. Поэтому панк-рок как бы в Орле уже единичный. А вот как ты считаешь, остался ли вообще в рок-музыке дух бунтарей? Ну я, я думал, что в старом поколении может быть, в новом навряд ли. Ну хотя они ещё молодые, глупые, пока они всё это с возрастом наберут. Я думаю, будет. Нет, ну получается, вот когда ты помоложе, сначала попу, по анну слушаешь, потом... Нет, я начинал сразу с тяжёлой музыки, потому что лёгкую музыку слушать я начал потом, когда уже голова начала от всего болеть. Поэтому что-то полегче, по-чуть-чуть. И классики послушаться. Ну а так, в принципе, можно тяжёлой. Ты же, кажется, рубил. Да, я слышал сразу тяжёлая. Поэтому лёгкую музыку сейчас уже постарше, когда. Слушай, ну и как бы основной такой вопрос, который меня тоже воронует. Вот смотри, вот в прошлом году компания Илона Маска обживила имплантатный аэролинк, там, типа, в череп свинье. Вот что произойдёт, если такими имплантантами в добровольно-принудительном порядке всех снабьях? Ну что, будем стадом на поводке. К чему, в принципе, всё это и делаете. Типа у нас тут электрошопы. Да, будут, будут, да. Мне кажется, всё это будет. Тогда и белые розы будешь слушать. Потому что, да, будешь ты ходить на поводке, как говорится, но... Короче, это вот... Изгои всё равно останутся, всех под одну в ребёнку не приведёшь. Понятно. Потому что я, как бы, всё равно против этого. Свобода должна быть свободной, а не принудительной, добровольной, как сейчас все говорят. Ну ладно, а что ты хочешь пожелать российской молодёжи? Не бухайте, не колите. Живите здорово. Слушайте музыку. Ну а что ещё? А, остальное сами себе пускай желаю. Так что. Ну всё, спасибо вам большое. Давай. Удачи всяческие к себе. Представьтесь, пожалуйста. Талакин Игорь Юрьевич. Вы как байкер, да? Как сказать, у меня близкие друзья, реально именно друзья, состоят в этом движении. Я их полностью поддерживаю. То есть я не водитель мотоцикла, ни в коем случае у меня нет мотоцикла и транспорта. Но, тем не менее, сам движ я полностью поддерживаю. Можно тебе пару вопросов? Ну конечно, конечно. Ну, во-первых, первый вопрос, естественно, будет... Как ты оказался на этом мероприятии? В каком движении? Мои лучшие друзья, одни из основателей этого движения. То есть они здесь, одни из... Ну то есть они стоят у верхушки. То есть, как мне так сказать. То есть ты как-то в гостях? Да, я в гостях, несомненно. Может ли существовать рок без наркотиков и алкоголя? Может, может. Несомненно, может. Рок – это не только наркотики. Рок – это движение души. То есть главное – это душа. Если она движется в том направлении, то есть похуй на моду, похуй на все движения, которые происходят в наше время. Главное – это, чтобы душа двигалась в том направлении. Главное – душа. Ну а если не секрет, вы с какой музыки приобщились к року? С какой группой? С рока, с детства, с детства за рок, блядь, я с 8 лет, с 8 лет у меня пошел рок. Сначала был это альтернатив, потом пошел панк, потом металл, а потом это все смешалось в кучу. Никогда не слушал ничего, ну именно с душой не слушал ничего, кроме рока. Отлично, отлично. Так, а вот какие группы в основном слушают байкеры? Сочетаются ли вообще рэпы и байкеры? Ну тут я не знаю, как бы. Я согласен с мнением, что душа – это очень относительное понятие. То есть если человек слушает какого-то там, я не знаю, что там рэперы слушают, баст, гуф, то флаг им в руки. Но все-таки я понимаю, что внешний вид и движение соответствуют нормативам. То есть это всегда банк, это всегда хард, это всегда металл, то есть это вот эти движения. Коля, я слышал, вы приехали сюда на собственном корлее. Да-да-да. На именном, да? Да-да-да. Увидимся, нахуй. Тихо, не материтесь. Так, какой у вас мотоцикл? Мотоцикл «Сундам». «Сундам». «Сундам», да? Да. Вам понравился концерт? Да, понравился. А «Бандам» кто вам подарил? Помэл Андерсон? Нет, «Бандам» подарил там, там вообще друг подарил. Ну ладно, не важно. Слушай, хочу задать тебе один вопрос. Если что, Алексей, тебе помогу, не ладно, если ты не справишься. Какие группы в основном слушают байкеры? И сочетаются ли рэп и байкеры? Байкеры слушают панк, рок-н-ролл. Рэп не слушают. Рэп не слушают? Нет. Только рок-н-ролл. Да-да. Отлично. Что ты хочешь, Настя? Я удивлен, вот это. Поддержали, поддержали. Ну, мне кажется, ну, блин, байкеры, ну, это... Да, конечно. Да. Это вообще не по их теме, там, слушают рэп. Не знаю, из самых таких групп, для них больше power metal подходит. Хэви метал. Слушай, а вот если нет букла, стоит ли идти на рок-концерт? Если нет букла? Да. Конечно, стоит. А почему бы и нет, когда выступает группа? Как, 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 как таких ребят не поддержать? Хоть, хоть без бухла, хоть можно и без бухла. Да. Потому что, потому что, ребят, вы старайтесь, вы старайтесь, да, для нас. Для нас. А вы старайтесь. Я у братка своего уже спрошу. Да-да-да. Слушай, стоит ли идти на рок-концерт без бухла? Нет, я думаю, не стоит, потому что будет очень скучно, бля. Ну, да, это... Обязательно. Ну, да, это... Хотя бы пивка или 150, это надо принять. Иначе, да, ты будешь сидеть где-нибудь на тубаретке. Смысл ходить туда? Ну, как не надо, чтобы больше. Да, что-то иди свою корову, то иди. Рукова, рукова. Просто, хочу сказать, Плёпова, он вечно молодой, вечно пьяный всю жизнь. А этому, там, без лишних 150 грамм даже отожгёт и в трезвом состоянии. Да. Потому что вы стараетесь... Ага, Лёк, считаешь, вот остался ещё в рок-музыке дух бунтарей? Конечно, остался. Я в этом всё больше начал убежаться, когда адовый мужик выкладывает такие стихи, мёртвые гирлянды, например. Очень революционного характера. Он остался, просто надо такие группы искать. Они не везде. Сейчас много показухи на данный момент. А как вот ты считаешь, блин, что вот интересно, адовый мужик, поющий про социальщину или Чернуху, или адовый мужик, исполняющий песни про революционного ритма? Мне всё нравится. Я, пожалуй, поддержу своего коллегу. Мне всё нравится. Сам, сам, не, 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 не. А он добавляется в такие темы. Мне что обидно, что русский андерграунд не крутит на радиоэкспресс, на рок, на рок, на это, есть у нас радио, радио такое, экспресс-радио. Спасибо. И так, с нами была банда Деда Короля. Армия Деда. Армия Деда Короля. Давай, армия. Армия Деда Короля. Армия Деда Короля. Армия Деда Короля. Дигнал я их в пиздец, Рыбозагон! 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 Мы все были из случая, Спустились на одной! Я опять сломал, И я опять пугорь! Кто хочет собаконаться, Ах, и войн в плинге! Как какого хвалта? Идали, иди, Идем ивотагон! Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok